девчонки всем большой привет вернулась сейчас с вождения и решила начать новый влог потому что есть очень много чем поделиться с вами приятного просмотра кстати в этом влоге будет очень много распаковок давайте начинать вышло солнце но я надеюсь у меня хорошо видите здесь какая-то зарядка и даже немножко торчит лили мне саша подарил или они такие красивые в общем что хотелось рассказать я вернулась сейчас домой со своего третьего урока вождения по факту 2 потому что в первый я не сидела за рулем и это просто очень большой шок для меня потому что я никогда в жизни не снял за рулем в прошлый раз я ездила так прямо потихоньку и для меня это совершенно новое ощущение мне очень нравится и конечно у меня пока паника включается пока что я умею просто ездить перестраиваться поворачивает направо но не супер еще круто у меня хороший инструктор все проходит достаточно плавно конечно без паники не получается у меня какая-то дурацкая привычка все время держать ногу на тормозе и постоянно нажимать тормоз в любой ситуации при повороте просто в полосе могу нажать ну не типа резко остановиться а просто начинает тормозить ни с того ни с сего потому что я переживаю волнуюсь короче я прохожу лекции онлайн я смотрю видео лекции и потом прохожу тесты это у меня идет онлайн обучение и я занимаюсь вот с инструктором и кстати говоря у меня экзамен на права уже 20 марта это буквально через три недели и для меня это просто шок контент потому что сегодня я сидела второй раз за рулем а через три недели я уже должна идти сдавать на права я не знаю как это должно случиться но в целом это среднее время обучения и для меня просто шок что реально люди за месяц учатся на права и потом спокойно кататься я не знаю я не то чтобы я сомневаюсь в своих силах но кажется как будто это нереально и конечно мне бы хотелось снять этот процесс и саша давай gopro поставим но ну я и так волнуюсь перед инструктором хотя я понимаю что это инструктором сюда поможет подскажет но у меня включается найти этот барьерный механизм и что-то сделал не так начинаю смеяться извиняться за что-то за что непонятно поэтому есть там будет еще камера я следую с манды и плюс не хочется как-то не знаю мне будет неловко перед инструктором и можно я сниму на youtube свой вождение на самом деле жду каких-нибудь потеплений в погоде чтобы сесть на кардшеринг отвести сашу на залив там покататься где-нибудь устроить пикник очень хочется так же я сейчас зашла в h&m забрала свою посылку очередную боже мне кажется я с h&m они заказывала так много но никогда наверное очень много плюс я забрала сейчас посылку и позавчера я заказала еще кое-что с h&m и она придет типа послезавтра или возможно завтра в этом влоге будет 2 распаковки h&m а плюс распаковка золотого яблока который приедет ко мне завтра и следующее видео будет распаковка с асоса потому что я сказал две огромнейшие посылки которые приедут ко мне 1 марта сразу после дня рождения и короче какой-то круговорот посылок но видимо из-за того что я себя плохо чувствую это единственное что меня радует такой вот пакетик ко мне приехал в этот раз первое вы уже видели это берет я перезаглала в размере ссс потому что тот был мне большой и за это время уже даже возврат успел мне прийти ой мне очень нравится надо его только научиться надевать блин как красиво вот я хочу на день рождения я очень хочу отпраздновать в берете я для дня рождения заказала в полоску еще ботинки на кондуке и какие-нибудь джинсы или брюки я пока не решила это кстати другой лук слив не такой как из-за предыдущего видео с распаковкой он потоньше и он на ощупь не такой мягкий он тоже весь из хлопка у него обычный рукав не широкий и он мне даже нравится как-то пахнет странно он мне даже нравится больше потому что тот настолько мягкий что к нему все липнет создается ощущение что он грязный хотя он чистый вот это мне в нем не нравится в общем у него синяя полоска такая и самым чуть-чуть молочный что ли но не чисто белый и купила еще кое-что самом деле покупка типа чтобы не платить за доставку это футболочка которая стоила всего 600 или 700 рублей просто обычная базовая футболка короткая в облипочку такая из рубчика точнее в рубчик просто у меня такой ни разу не было как бы не только майка должна быть но и футболочка тоже хорошо очень мне кажется клево сейчас пойду все мерить ну все наверное здесь с вами буду прощаться и увидимся дальше в другой день в общем неожиданное включение для влога я оставила сегодня пудре свои над натуральные потому что за окном дождь и как-то выпрямлять волосы просто бока хулино у нас с утра уже было очень много дел сделано съездили сделали мне снимок для ортодонта приехали в мою клинику декадем и рядом с ней ресторан называется и немецкая очень давно хотелось сходить он прям напротив и каждый раз когда приезжала там делать мезотерапию или лечить дуба всегда смотрела на три страны и вот наконец-то мы сюда пришли у нас было был свободный час сделали уже заказ метод очень понравится такой интерьерчик свежий не как везде очень советую вам сюда сходить но пока еще не попробовали на дома будет вкусно вот и у ребят еще есть лавка можно домой взять что-то тут есть как раз сосиска из ягнёмка мы заказали возможно еще потом домой возьмем если понравится тут у них еще есть хлеб домой паштет и сыр и выпечка какая-то посмотрим я кстати в своей новой тюняшки которые вам показывала вчера выглядит очень красиво не ждала правда что порция такая маленькая но очень красиво выйдет прекрасная погода для прогулки заметила новую кофейню с выпечкой которая на родищево открылась как раз мы здесь прогуливаемся идем в метро захватили булочку с собой с сыром и свянями томатами я подумала уже нет смысла ходить туда через неделю день рождения когда в кризис миллион ресторанов поэтому я как-то даже пытаться не буду но первого марта начну активно это делать а еще мы бесплатно поедем я в общем хотела востор скидать но решила что до дома не дотерплю короче я надеюсь во первых меня слышно потому что очень шумно здесь ресторан нам понравился одну мне понравился интерьер еда нам в принципе понравилась как бы для ужина наверное нет но для обеда и ланча самое прям то класс но произошел конфуз видимо официант был новеньким и он на сашу немножко вылил вино красное на новый свитер из массимо дути я очень расстроилась короче мы такие паник но а нас угостили поэтому мы поедали бесплатно как бы вот такой плюс в общем сейчас двигаемся домой заберем посылку золотого яблока и уже встретимся дома покажу что там все расскажу вот эта рука уже сейчас замерзнет и отвалится ну чтож мы уже дома и сбрала такую огромную посылку в этот раз у меня очень много косметики уходовой именно одного бренда как-то странно получилось в этот раз у меня весь заказ состоит практически из одного доктора джарта раньше я не покупала их маски потому что мне очень душила жаба потому что там 400 рублей за маску это очень дорого но как-то в последнее время мне очень захотелось попробовать маска увлажняющая с алоэ вера почему я купила эту маску помните я вам в распаковке h&m рассказывала про набор который купила с витамином c и с нациамидами от корейского бренда сам байми он мне не подошел к сожалению я им пользовалась до победного где-то целую неделю у меня очень ухудшилась кожа начали появляться здесь мелкие прыщи и прям у меня вот здесь такие неровности как бы не назвать это прыщами не назвать аллергии но кожа стала гораздо хуже мне не хватало увлажнения хотя там был тонер сыворотка гель крем и маска начинаю и вот мне не хватало увлажнения совсем наношу на ночь до весь этот комплекс и у меня уже там через час очень сухая кожа и утром я прям намазывала клиником своим все лицо чтобы хоть как-то исправить ситуацию я не расстраиваюсь потому что набор был не очень дорогой и конечно было бы обидимся если бы я купил полноразмерный какой-то продукт за там две с половиной тысячи но это не значит что витамин c мне не подходит просто мне не подходит витамин c именно этого бренда возможно там доктор джарт он же мне бы подошел здесь у меня очень милая баночка вот такая ванночка для помада гигиеническая помада тоже доктор джарт с керамидином короче у них желтая вот такая линейка увлажняющая я пробовала маску мне очень понравилось и как раз закончился бальзам для губ решила попробовать что-то из не аптечных брендов я обычно пользуюсь урьяш больше всех нравится больше бедермы больше чем для рожи больше чем овен он был очень дорогой с учетом того что обычно аптечная какая-то маслка для губ стоит около 800 рублей за 15 миллилитров то здесь 800 рублей за 7 миллилитров почти два раза дороже но очень-очень захотелось попробовать и следующее тоже доктор джарт вот такая вот малютка я очень давно хотела купить какое-то сос средства для прыщей от прыщей потому что у меня дома ничего нету типа кроме перекиси водорода не какой-то маски очищающей и хотелось что-то точечное я думала между патчами для прыщей от кор с x тоже корейский бренд или про такую же вещь точечный крем сам байми но опять же бренд сам байми меня сейчас немножко разочаровал мне не подошел их витамин c вся серия поэтому я решила взять доктор джарт потому что с этим у меня не было никогда проблем это маленькая такая штучка экстренная помощь корректор с экстрактом чайного дерева для проблемной кожи сниму вам отдельно и покажу что как внутри как он выглядит мне очень интересно давно нужно было палочка вручалочка но все время как-то не хватало лишних денег заказать когда знаете у тебя нет никаких проблем но при этом тебе нужно средства чтобы было оно было сюда распродано и вот я его наконец-то поймала это кое-что для саши я купила гель для душа и не знала что он такой большой гель для душа тоже очень крутой красивый и он невероятно круто пахнет мне очень понравился собственно еще одна вещь от доктор джарт это дерма клеер их умывалка микро пэш фоум которую я уже использовала я покупала маленький размер маленький объем брала с собой в сочи если вы смотрели влог в сочи то вы знаете я ее использовала за за почти два месяца и вот решила купить большую не то чтобы я прям сильно от него в восторге но на самом деле она закончилась и других вариантов мне не было мне не хотелось возвращаться к аптечной марка мне не надоели и биодерма надоело на было миллион раз и а в надоел и рожь мне вообще не нравятся умывалки их и как-то вот решила не париться и купить просто то же самое не знаю у меня сумолок нет такого что я прям влюблена в какую-то конкретную просто типа хорошие и на этом все она реально хорошо очищает и на него была скидка он стоил 1300 то абсолютно отличная цена и аптечный столько стоит и следующий раз когда у меня закончится вот это средство я хочу попробовать бренд кристина по-моему он швейцарский и его тоже очень хвалят он уже такой более дорогой продается золотом яблоке на самом деле хочу купить всю линейку вот я тут недавно поняла после того как отменила вот эти желтые баночки от сам пойми я поняла что я совсем не разбираюсь в уходе и что мне пора что-то делать возможно сходить к косметологу но я не знаю каком потому что косметолога найти хорошего очень тяжело возможно мне стоит получить от него консультацию знаете вообще какие средства мне подходит потому что я всегда покупаю как бы наобум но и в принципе я понимаю что и средства подбираются таким же образом то есть методом проб и исключений потому что все бренды разные не то чтобы они какие-то плохие какие-то хорошие просто какие-то подходят какие-то нет у меня нет и никогда не было идеального ухода потому что весь мой уход это умывалка какой-то тоник более-менее средний никогда не был кстати дорогого тоника и крем все сыворотки какие-то покупала пилинг там от ordinary и это было так больше для фана кожа бы никогда не было идеальной на камере она кстати выглядит отлично у меня не всегда устраивает ее качество конечно не самое как бы плохое да принципе нормально но хотелось бы как-то подобрать средства которые вы прям ее выровняли не знаю сходить возможно на какую-то чистку вот короче запрос у меня такой это не доктор джарт это шведский бренд называется барменген found in стокголь надеюсь вы смотрели предыдущее видео и это гель для душа я уже заказываю такой второй предыдущий был сауна релакс и честно говоря я его дала саше потому что очень-очень такой мужской запах я заказала мидсоммер glow то есть сияние солнцестояние нет ну да солнцестояние тоже праздник середины лета как с мидсоммер поэтому все правильно просто цветочные масла окей я кстати пользовалась уже двумя лосьонами этого бренда с розой и классический голубой и мне очень нравятся просто шикарные они очень бюджетные стоят 400 рублей так что я думаю я все время тебе буду покупать эти лосьоны очень не забыла давайте посмотрим что мне положили в подарок потому что я впервые получаю такую штучку что такое сегодня что боюсь так делать потому что один раз я так что-то отрезала важно здесь герлен aqua allegoria мандарин базилик и тоже aqua allegoria flora salvagia и герлен какой-то вот такой вот когда эта книжечка ну окей положу с собой какие-нибудь пробники в поездку может пригодиться на самом деле мне очень интересно распаковать вот это потому что выглядит очень красиво да очень на самом деле легкий и тут как будто прям очень мало и вот тут даже как будто прям пустенько ну ладно ребята я просто перевернула камеру я не знаю что там видно но текстура потрясающе просто офигеть посмотрим как он будет себя вести в течение вечера что он будет делать с губами но наносить очень очень комфортно в тот день мне очень захотелось поднять нам настроение приготовить вкусный необычный завтрак и мой выбор пал на рецепт с пинтереста на который я давненько заглядываюсь это такие шпинатные блинчики и с легкой овощной начинкой по сути свежий ролл для начинки нам нужно обжарить грибочки нарезать помидоры подготовить авокадо творожный сыр и сыр фета для блинчиков понадобится охапка шпината и два яйца но первый блин даже не был похож на блин и поэтому я решила добавить на глаз молока и муки чтобы уже точно все получилось и кстати на вкус прошлый шпинатный блинчик мне вообще не понравился но такой уж был рецепт дальше уже получились почти классические блинчики но с ярким весенним зеленым цветом и они получились классными несмотря на мои граммовки наобум было очень вкусно определенно рекомендую вам приготовить если вы в поиске интересного необычного завтрака ребята всем большой привет продолжаю свой влог сегодня у нас пятница я вернулась сейчас домой была с подружкой на завтраке чем мы сходили в михайловский замок на пару выставок хотелось очень отвлечься от событий которые сейчас происходят не снимала ничего сегодня и пекарни на завтраке наверняка вы видели у меня фотографии в инстаграме и что я вам хотела сегодня показать саша забрал мою посылку из h&m а она очень интересная поэтому я вышла сейчас к вам хотела показать потому что правда будет очень интересно распаковать дали мне так интересно в общем друзья заказала вот такие вот ботинки казаки здесь какая-то немножко мятая часть сейчас их все посмотрю надеюсь их не надо будет возвращать очень крутая модель на одном влогере увидела жутко понравились они стоили 7000 рублей но со скидкой были 6 700 кажется 6 300 короче сейчас я к примеру они из натуральной кожи такой вот мыс квадратный и я давно хотела казаки но хотела такие именно простенькие чтобы можно было носить на каждый день и именно на небольшом каблуке все которые находила бы на каблуке 7 10 сантиметров очень большие ребята извините меня за грязные штаны только пришла с улицы еще их не успела почистить просто хотелось примерить ботинки со штанами мне они очень понравились единственное вот здесь какой-то залом из кожи есть а здесь они максимально гладкие на правом ботинке но я подумала нет смысла менять так как в любом случае я начну ходить и здесь появится точно такой же залом качество мне вполне нравится особенно за 6 300 они сделаны из очень мягкой кожи поэтому здесь появится определенно заломы но мне кажется когда ты покупаешь такие грубые казаки в этом и прелесть то есть заломы будут только украшать обувь и они максимально мягкие в них очень удобно ходить я даже не чувствую каблук и для меня это шок потому что я в них как в тапочках серьезно очень удобная обувь поэтому оставлю ссылку на них они продаются только онлайн мне очень зашли и сразу расскажу что они идут размер в размер у меня 36 на мне отлично сидит не впритык в общем я реально в восторге мне очень очень нравится идем на завтрак к часу дня мы пришли в ресторан friends of friends чтобы позавтракать потому что сегодня суббота и после завтра у меня день рождения поэтому сегодня мы начали наши праздничные выходные несмотря ни на что здесь у меня как были не только с малиновым дураком ребят у меня картофельный хэш браун с яйцом пашот копченой сметаны и икрой а у саши бенедикт чем у тебя с авокадо и просто ветчинка какая-то там ладно у тебя уже у тебя уже слюни текут еще я не буду я понимаю что против света но не особо хочется пересаживаться и вроде светло мы пришли попить чай с но и мы уже были с подругой или ты кофей на другом месте он открылась новая здесь очень большой выбор сладости и разные выпечки интересно не такой как в бушет и не замороженные короче здесь очень интересный выбор взяли очень два интересных десертика и чай и так что сейчас будем завершать наш завтрак сладеньким обычно мы делаем сразу но там в ресторане были очень громоздкие десерты и мы решили зайти сюда потому что близко а это не разводной который? а? не разводной который? а? не разводной который? разводной? короче с этой стороны саши прости все ты снял с должности оператор все все с этой стороны я тысячу лет не подходила к пермитажу и вообще мы там очень давно саши не были мы решили восполнить пробел и сходить посчитаться по пермитажу возможно возьмем аудиогид или что там сейчас у нас еще солнце выглянуло в общем очень хороший такой уже весенний прям день полиция стоит и кстати насчет десертов они были по виду гораздо вкуснее и красивее чем они есть на самом деле как бы было вкусно но не настолько как мы предполагали какими они красивыми нам казались но все но все равно очень вкусная очень вкусная кофейня пекарня и там вкусненько вы не поверите но мы не попали в эрмитаж потому что он якобы заминирован туда никого не пускают мы помнишь подходили я сказала полиция стоит там росгвардия пожарные машины но просто видимо ну кто-то позвонил и самое прикольное что у нас не было билетов мы собирались их купить на месте потому что ну нам как бы все ровно в какой сеанс было идти и это очень забавно что сегодня все складывается настолько удобно для нас потому что мы пришли в ресторан после этого мы подошли в пекарню в которой давно хотела которая буквально в трехсот метрах находилась от него после этого мы вышли сразу напротив пекарни была остановка автобуса куда мы тоже сели сразу сюда доехали тут мы приехали все закрыто но у нас нет билетов короче как-то сильно фортит ну с одной стороны форси с другой нет да и мы сейчас вот прогуляемся и посмотрим может быть какой-нибудь музей зайдем а Мы не попали в Эрмитаж, нашли тихий и более-менее зал. Мы в Брамарном дворце сходили на выставку «Морды, лики и лица». И сейчас уже мы на постоянной экспозиции, мы ее видели в том году. Здесь ничего нового, но просто хотела вам рассказать, что в итоге мы не в Эрмитаж, пошли в Мраморный дворец. В общем, здесь еще была выставка «Семь красавиц» фонд Гейдара Алиева, но нам она не очень понравилась. Мы уже уходим, поэтому быстренько расскажу вам про свой лук. Очень прям кардиган, который вы видели в предыдущей распаковке, и топик. Я, по-моему, в этом влоге показывала джинсы, которые уже на мне еле застегиваются, и на моем ботинке, которые вы опять же видели в этом влоге. Короче, у меня все из-за чем-то демо. Вот, и, кстати, видите, у меня сегодня максимально розовое весеннее настроение, розовое колечко. Вот, встречаем весну. Все, поехали домой. Я очень устала. Слениры, поешь, внутри? Тебе-то они, как коренные петербурженки, нужны больше всего, да? Ну, интересно. Я, кстати, еще на петербурге очень спорта. Я даже не думала, что здесь что-то будут продавать. Пойдем смотреть. Локальный островок Китая. В общем, ребята продолжают традицию выглядеть плохо в своих влогах. Приехали в отель «Царь» в Пушкине, чтобы начать праздновать мой день рождения. Сейчас где-то 3 часа дня, 27 февраля, соответственно. Только что вот приехали, Саша там на ресепшене стоит, оформляется. И мы пойдем в номер, сейчас вам все покажу. Дет, очень красиво. Мы здесь впервые. В 5 пойдем в спа на 2 часа. Там поплаваем, попаримся, все дела, и потом уже будем ужинать. Я хочу просто устроить чил в халатах с рум-сервисом и с вином в номере. Посмотрим сериал и, собственно, встретим мой день рождения. Не хочу никуда ходить. Сначала был план спуститься сюда в лобби, но, честно говоря, очень хочется в халатах почилить номер. Но, возможно, и спустимся. Я не знаю. Ребята, здесь все очень красиво. Такой огромный куст мимозы. Я максимально вписываюсь в атмосферу, лухари и денег. Здесь все очень красиво. Вот такой вот сейчас лифт. Господи, я снимаю, как все, как колхозник такой, знаешь, из села приехала. Здесь очень смешная система. Нужно приложить карточку, и только потом лифт поедет на нужный этаж. По традиции, рульдур в самом плохом виде, который не возможно. Господи, какая красивая мраморная подставка. Офигеть. Очень симпатично. Я думала, она будет, на самом деле, больше, но очень-очень красиво. Очень свежо, и так. Вроде как по-богатому, но современно. Мне нравится. У нас видно на кусочек красивого дома и на парк. Там у меня будут страшненькие домики. Но это не важно. Вау! Ес! Красиво, да? Тут ванная. И основное стекло туда. Ну ладно. Я специально не взяла вообще ничего. Ни гель, ни шампунь, ни кондиционер. Вообще, я думала, здесь будет какой-нибудь Мелтон Браун. Но мы с вами не в Европе, поэтому лекситан супер. И мыло тоже лекситан. Мы вообще нифига не взяли. Ни щетки зубные. Тут как раз все есть. Ребята, я сейчас вот это заметила. Добро пожаловать, господин Александр Колосов. Ты это видел? Боже мой, боже мой. Тут есть прямо на телеке доставка в номер. Ты кликаешь. Вау! Интерактивное меню. Что-то красивое. Посмотри, как-то красивое. Вау! Как красиво! А, это не хамам. Это такая зона, лаунж, да? Да, вот там хамам. Добро пожаловать. Продолжение следует... 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 И я теперь хочу попробовать абсолютно все вкусы, которые у них есть Я теперь их фанат, клиент и так далее Очень-очень классные конфеты Реально, если вам нужно какой-то подарок найти интересный То я вам советую приглядеться к этому бренду Птица, напоминаю, отелье шоколадное К сожалению, это не реклама Очень получился странный влог Потому что события развивались в мире настолько стремительно Что до начала его записи все было по одному А сейчас все совершенно по-другому Я надеюсь, что вы отвлеклись, развлеклись Надеюсь, у вас все хорошо Берегите себя и думайте о хорошем Запишу еще пару слов Сейчас ехали по каду 90, 100 Кошмар И вообще я на звездной Я здесь ни разу не была Но мы просто по каду приехали Очень стремно стоять без инструктора Здесь одной на аварийке Хотела еще рассказать про ресторан Фруфу В котором мы были Потому что я в инстаграме не написала никакой пост про него Нам очень понравилось Я не задирала никакую планку для него Но я даже не смотрела меню Я просто увидела, что там красиво и достаточно празднично И удивилась Потому что мне было очень вкусно Там, конечно, дороже гораздо, чем в дуо Но это обусловлено их огромными порциями То есть на самом деле можно не смотреть на ценник Так как он такой же, как в дуо Просто порция в два раза больше Вот, я ела потрясающую пасту с крабом Крабов там было очень много Мне очень понравилось Саше понравилось Обслуживание чудесное Классные коктейли Вкусные У них интересная подача В общем, я определенно вернусь И, в общем, советую Мне очень понравился ресторан Так что, да, мой инструктор уже идет Я сейчас буду водить Подписывайтесь на этот канал, если нас не закроют На мой телеграм Я оставлю его в описании И до скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok